Даже крошечная язвочка во рту может причинить серьёзную боль, вплоть до невозможности пить и есть. А если их множество, что тогда делать? Воспаление слизистой полости рта, при котором возникает сильное сжение на внутренней поверхности губ и щёк, а также на языке и дёснах появляются болезненные, долго не заживающие язвочки, может иметь множество причин. Почему же появляется стоматит? Что с ним делать? В студии у нас Лариса Лучшева, доцент Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный стоматолог по профилактике Дальневосточного федерального округа. Здравствуйте. Ну вот тема стоматит, которую мы сегодня берём, действительно актуальна. Действительно много пациентов приходит вот с этой вот проблемой. Ну, конечно, это там не 100%, но, наверное, каждый в своей жизни вообще испытывал и проявление, и видел эти проявления стоматита. Да ещё не всегда к врачу просто идём. Да, и, конечно, не идёт к врачу, но вот сейчас такой период сезонный, можно сказать, когда немножко мы уже теряем свой иммунитет, запас каких-то ресурсов витаминных, там, солнечной энергии, которые мы за лето накопили, да, и вот начинается период как раз ослабления иммунитета, в том числе в полости рта, и поэтому проявление стоматита, да. Ну вот мы даже можем видеть, как стоматит выглядит. Это, конечно, не очень красиво, но это так больно, мне кажется. Это очень больно, да, вы правы. То есть он начинается с помутнения, сначала, конечно, появляется такая разбитость, усталость, то есть такие субфибрилитет, как мы говорим. И только потом, как разрешение уже этого процесса, проявляются элементы во рту. Особенно это у детей. То есть ребёнок вот 2-3 дня, у него температура такая небольшая, да. То есть это тоже с температурой? Конечно, это обязательно с температурой протекает. Вот эти все проявления, да, они человека немножко десоциализируют. Он становится неактивным, начинает плохо концентрировать внимание, появляются боли даже, головные, вот такой продрамальный период. А когда уже появляется во рту, то каждый уже может это увидеть. Может проявляться на губах, как у него у этого пациента. Могут быть такая вот сочетанная патология и во рту, например, и даже на слизистой носа, и на слизистой, например, даже других органов, там, влагалище, прямой кишки. То есть это может быть даже такое системное состояние. Не только проявление во рту. То, что вы сейчас рассказываете, это даже чем-то похоже на герпес. Это примерно одна природа. Да, да. То есть стоматит, он может быть разной причиной. Есть группа вирусных стоматитов. В ней входит герпес, витрянка, скарлатина, например. Это всё одна природа. Да, вирусы. Есть бактериальные. Например, вот есть такая окопная болезнь, называется, раньше так называли, стоматит Венсана. Очень тяжёлый такой язвенно-некротический стоматит. Прямо человек, он поражает и миндалины даже, и корень языка, и дёсна. Всё гиперемировано, воспалено. Очень неприятный запах. Там вот другой возбудитель, бактерия. Есть, конечно, травматическое происхождение стоматит, острые края зубов, например, щётка, неправильное действие щётки, когда силишком травмируют слизистую оболочку. Есть, когда проявление общих заболеваний. Например, есть болезнь крона, она обычно проявляется, скажем, в кишечнике, а здесь вне кишечные проявления, в полости рта. Есть бихчета болезнь тоже, когда обычно проявляется в других органах, но может проявляться в полости рта. Лейкозы, заболевания крови, очень часто проявляются в полости рта. Сахарный диабет может тоже отягощаться вот такими частыми стоматитами в полости рта. Потом эта группа очень больших заболеваний. Мы уже сказали, что это больно. Это некрасиво, потому что, ну, то есть это как-то может проявляться внешне от рукава рта. Что же со всем этим делать? И, насколько я знаю, многие пациенты делают неправильные вещи. Вот давайте, может быть, даже с этого начнём, да? Чего не стоит делать. Мы вообще такую больную тему затронули, потому что что не надо делать? Конечно, не надо применять раздражающие препараты. То есть там прижечь, там, спиртиком, зелёночкой. Да, да, чесноком очень любят прижигать. Вот, очень любят таблетку ацетилсалицировой кислоты приложить прямо к месту. Любят зелёнкой, спиртовым раствором зелёнки. Хотя в целом красители мы разрешаем, но именно спиртовые растворы, конечно... Нельзя. Нельзя, да, не рекомендуем. Почему нельзя? Вот давайте, может, объясним логику. Ну, во-первых, это болезненно, а во-вторых, мы высушиваем слизистую. И вместо того, чтобы, наоборот, создать увлажнение, чтобы пошла репарация и защита, мы, наоборот, создаём условия для того, чтобы она трескалась и как бы инфекция вторичная присоединялась. То есть это нежелательно. Оно не будет способствовать заживлению как таковому. И не снимает боль, самое главное, что нужно сделать человеку. Что же нужно делать? Ну, первое я хочу сказать, конечно, к специалисту. То есть дома? Ну, дома. Ну, если уже вообще недоступен стоматолог, ну, неделю максимум, что я могу разрешить, ну, 5 дней, да, это попробовать полечить дома. Потом дальше обратиться, если не заживает, обязательно к специалисту, потому что мы тут на грани ходим. Ведь это может быть длительно незаживающие язвы, которые могут малигнизироваться. Вот. И стоматолог-то имеет право лечить такие состояния только 2 недели, а потом он должен уже чётко определиться с цитологией, с гистологией клеток, что это незлокачественное новообразование. То есть, может быть, даже так, да? Да. То есть и тогда нужна будет консультация другого врача? Конечно, мы просим, чтобы пациент пришёл к своему участковому терапевту либо к педиатру. Для чего нам это нужно? Я уже сказала, что есть общесоматические болезни, и нам нужно вовремя их увидеть. Например, лейкоз. Мы не увидим его во рту, то есть мы не сможем точно дифференцировать, но анализ крови, общая формула крови нам поможет в этом. И потом знания, конечно, наших коллег, вот интернистов, они всё-таки тоже видят общую соматику пациента, видят там бледность кожных покровов, поражение других лиц. Ну да, то есть это может быть такая верхушка айсберга, да, на самом деле это может быть не просто стоматит, а что-то более серьёзное. Да, поэтому первым делом желательно обратиться всё-таки к специалисту. Вот. Второй момент, то, что дома, вы назвали главный симптом, зубы должны жевать, полость рта должна работать именно в акте жевания, да, поэтому нужно обезболить. Вот, любыми способами обезболить. Для этого в ассортименте сейчас оптичной сети большое количество средств, ну самые такие простые, это для обезболивания при прорезывании зубов. А, когда у ребёнка режется зубы, да. И оно, в принципе, подойдёт и взрослому человеку, оно снимет боль. Да, оно снимает боль и возвращает акт жевания. А уже с этим моментом, дальше, уже снимается тонус мышц, уже начинается процесс восстановления. Есть специальные средства, их очень много, всевозможные мази, они даже называются, например, фиксатор авты, там, да, то есть автофикс, например, либо спреи такие для заживления, либо противовирусные, противогерпетические мази. Всё, как правило, мази для полости рта должны быть. То есть они должны быть гидрофильными, они должны прилипнуть на влажную слизистую оболочку. Вот сразу, да, вот сразу ещё такой момент, тоже, стоит не стоит, может быть, люди тоже делают не совсем правильно, вот полоскание, да, и если вот в домашних условиях, ну, часто дома бывают какие-то вот, ну, трава, там, ромашка, шелфей, например, да, или как вот горло у нас болит, мы полощем с содой, солью. Вот здесь, наверное, тоже нельзя, да. Да, да, против полосканий, вообще, как таковых, слизистая должна быть увлажнена, поэтому современная стоматология говорит о том, что не надо её высушивать. Хлоргексидин, фуроцелин, все череда, отбор травы, ромашка, кородуба, не дай бог, то же самое, соль и сода, это всё высушивает слизистую. А нам, ну, это работает, да, против присоединения вторичной инфекции, но нам это не надо. То есть оно не заживит так, как нам нужно. Нам нужно увлажнить. Вот современные средства – это бактериофаги. Есть большая линейка бактериофагов, они все содержат вот такие очень важные компоненты, которые попадают внутрь клетки и способствуют коневому дыханию, именно клеточному дыханию и репарации клетки, поэтому бактериофаги, пусть наши телезрители запомнят, да, это название, потому что оно имеет очень много разных названий, но это то, что нужно применить при стоматитах. Вот ещё такой момент. Жевать, пить, да, вот понятно, что это важный момент, и если мы обезболиваем, мы, значит, возвращаем эти функции, возвращаем радость жизни, можно сказать так. Но нам же ещё нужно чистить зубы, и как обходиться с этим? Ну, не чистить в этот период, получается, мы опять будем запускать поручный круг. Чистить, а мы всё пораним и плохо. Вот с этим как обходиться? Ну, чистить надо, да. Если вообще не получается чистить, есть пенки, вот есть так называемые ленивые зубные щётки, да, то есть она имеет вот такую пенистую такую структуру, вы видите, да, то есть это средство, которое наносится на ложку, например, да, вот, на ложечку, и удерживается во рту до вот растворения вот этой вот пеночки, держится, потому что там есть всевозможные энзимы, и они растворяют этот мягкий налёт, и бактериальный налёт, и налёт на язвы, которые мы видели вот на картиночках, вот, удерживается и сплёвывается, и как можно чаще применяется вот такая вот пенка. Ну, всё-таки это такая, можно сказать, скорая помощь. Это скорая помощь. То есть если у человека всё в порядке, да, то есть это не заменяет зубы. Вот, щёточка должна быть, конечно, желательно мягкой. Пахнет, как зубная паста. А, это зубная паста. Да, это не зубная паста. Конечно, только в такой вот форме. Вот, для лежачих пациентов, кстати, рекомендовано, там, после операции рекомендовано. Когда сложно вот всё это. Когда ты не можешь, да, почистить зубы. Мягкая зубная щётка, не забывайте. Вот, желательно маленькая головка, для того, чтобы прямо очень локально, не вот как сапожник, а сапоги, да, а бережно к тканям зуба по той технике, о которой мы всегда говорим, да. Вот, и потом дожёвывать. То есть если человек поел, почистить у него не получается, потому что всё больно, значит, использовать жевательные средства в виде восков, смолок, жевательных резинок. То есть нам нужно дожевать, чтобы была обильная слюна отделения, да, и эта слюна растворит. И способствовать будет заживлению, потому что это такой биологический субстрат, крайне-крайне полезный. Нам нужна слюна, вот. И поэтому даже когда человек болеет стоматитами, у него очень много слюны. Кто когда-либо видел ребёнка, у которого стоматит, у него прямо вот эта слюна даже вот вытекает. То есть это хорошо, что она вырабатывается, да? То есть она помогает вот этому заживлению, да? Это первый уровень защиты, она обволакивает. Второй уровень, там клеточный иммунитет и гуморальный иммунитет, и там всевозможные энзимы. То есть всё, что нужно, у человека есть. Ему только нужно создать условия. А какие условия? И не вредить, и не мешать. И не вредить, и не мешать, да. Не полоскать, не высушивать, не подсушивать ничем, да. А вот именно просто, ну, он не заживёт стоматит раньше, чем три дня. Не заживёт. Это семь дней, пять дней, ночью. Ну да, этому нужно дать время, как любая ранка, да? Ей нужно дать время, чтобы восстановиться. И ещё, Наташа, я хотела бы сказать, что ещё человеку нужно обязательно дать покой в этот период. То есть вот у него поднимается температура, ему хочется лечь в постель, да? У него должна быть такая кастрюлька в организме с температурой, где должны свариться и приготовиться компоненты лекарственные. Поэтому вот это активизировать не надо. Нужно прямо действительно просто лечь, вот, поспать. Потому у нас больной человек всегда спит. Потому что сон для вирусных стоматитов, особенно для наших телезрителей, наверное, это будет такое новое какое-то, да, что именно при дефиците сна происходит обострение вот всех вирусных стоматитов. Ну да, и часто же мы даже говорим, что вот и замечаем, что вот герпес, да, герпетическая инфекция активизируется, да, ну вот я думаю, что и стоматит, видимо, тоже, да. Именно вот когда бывают стрессы, когда там сильные переживания, недостаток сна, перемена часовых поясов или климатических зон, ну сейчас мы меньше как-то, да, путешествуем, но вот из зимы в лето, да, вот именно такие стрессовые факторы вызывают. Да, стрессовые факторы, да, снижение иммунитета, вот, поэтому важен сон. Поэтому, да, дайте себе возможность действительно переболеть этим состоянием, да. И если неделя, то за неделю всё нормализуется, но если в течение месяца возникает не одно обострение, а больше, бывает, у меня пациенты, у которых три раза за месяц бывает обострение вирусных стоматитов, да, тут уже повод поработать не только стоматологу, конечно, но и иммунологу. Где-то, может быть, использовать иммуноглобулины, прокалывать курс дополнительно, там есть очень много физических методов для лечения. Ну, то есть нужно просто этим заняться более серьезно. Нужно этим просто заняться, да, и знать, да, что это вот не просто так. Спасибо большое. В студии у нас была Лариса Лучшего, доцент Института повышения квалификации специалистов здравоохранения и главный стоматолог по профилактике Дальневосточного федерального округа.